Продолжение следует... Выигрывает линию Лича с Тумом. Это что-то неадекватное и ненормальное. Но это произошло. Я думаю, только благодаря вот этой... Как бы благодаря вот этому событию, в общем-то, Неликвиды так вот смогли победить. Может быть, они бы, конечно, все равно победили, кто знает. Да? Не берусь я говорить о том, что если бы там было все по-другому, то Альянс точно выиграли. Нет, но просто так Альянсом было выиграть совсем уж сложно. И, как мы видим, не выиграли. Плюс там еще один был момент, где Лода просто так отдал Егис. То есть этот момент тоже, на самом деле, очень сильно решил игру. И вот два вот этих момента в целом, как по мне, сделали карту. Ну что ж, вторая карта. В любом случае, о первой уже говорить смысла никого нет. Нужно теперь думать о том, как выжимать хоть какие-то поинты в этой карте. И Альянс собирает себе Найт Сталкера вместе с Каром. Два таких очень эффективных героев в Ирлигейме. Также пикается Веномансер. И, судя по всему, Альянс собрались давить. Ну а Тим Ликвид берут себе Квин оф Пейн и Андайинга. Андайинг тоже дядя довольно агрессивный, как и Квин оф Пейн. Такое вот у меня впечатление складывается, что в первой карте всегда пикается что-то такое терпильное. А во второй карте команды хотят больше агрессии. И вот пока я даже не знаю, чья агрессия страшнее. Потому что и там, и там очень много нападателей-убивателей. Если мы посмотрим на баны, то что мы тут видим? Вис Бруда. Не знаю, почему Бруда, но она прямо на первой стадии залетает в бан. Неужели она настолько жесткая, что ее прямо на первой стадии банят? На второй Нага вместе с Батрайдером. Альянсы вычеркивают Дума вместе с Арксиром и Эмбера. С Виверной Джиггернаута берут себе Альянс. Вот так вот. А кто будет Медовый? Медовый С4 на Найт Сталкере? Непонятно. На самом деле непонятно. Оно будет понятно, когда пикнут. Ну и потекло резервное время. Ликвиды. Раздумьи. Что же, что же взять? Что же, что же взять? Дизейбл, в принципе, от Бейна. Хороший будет идти. Но было бы, конечно, неплохо еще что-то себе. Такое. Либо замедляющее, либо дизейблющее. Вот такой вязкий пик тогда получится у Тим Ликвид. Фин Монсер, господи, посмотрите на него. Прям гипнотизирует. Фин Монсер. С этими зубами. Это язык. Ох ты ж, ничего си. Ликан. То есть, они хотят. Прям совсем сверхбыстро игру закончить. Запушить своего оппонента. До того, как он вообще поймет, что произошло. Но плюс они еще на стороне Дайера. Это возможность убивать Рошана. Как бы и за Ратиан убивать Рошана можно. Но за Дайер, как мы знаем, попроще будет. Ну окай. И последние баны. Последние ебанчики. Альянсы. Ну, по идее, не хватает Ликвидом какого-то суппортера. Если Андайен, конечно, не будет саппортом. Либо саппорта, либо хардлайнера. Скорее всего, саппорта для Ликана. Потому что Бейн с Андайеном пойдут в харду. С большой вероятностью. Но опять же, тут могут быть финты ушами. Всякие разные. Потому что я видел как бы Ликанов в миде. И Акашу с Самбарем могут отправить. И как бы Бейна плюс какого-то керри на изи лейн. Короче, ну если по дефолту, то саппорта не хватает. И как бы С4 считает, что да. Надо банить кого-то саппорта. Это Сайленсер. Ну а Тим Ликвид банят ССФчиком. Который и правда очень хорошо мог бы вписаться в Пик Альянс. Но есть Лишарочок. Который, в принципе, хоть и был подрезан довольно плотно. Но по-прежнему силен. В пуш-стратегиях, в агро-стратегиях. Он довольно хорош. Ну и 5 секунд. Ага. Личара. Но на моем стриме пока у Лича Винрейт в принципе не очень. Не победил он ту карту. Но он был тогда за Альянс. Теперь он играет за Ликвид. Посмотрим. Жесткая давка со стороны Тим Ликвид. Очень жесткая давка. Матумба получается у нас на изи лайн пойдет фармить. В общем, такие дефолтные линии крайне неприятные. И что из этого всего выйдет, мы сейчас посмотрим. Разбирает, разбирает рука. Геройчиков. Как-то долго, я не знаю. На самом деле, почему так долго разбирают? Наверное, используют время, которое есть для того, чтобы там что-то обсудить. Вот, сразу у нас ТП. Джеракс полетел, полетел. Надо ему расставить там вардюшончики. Все дела. Джеракс у нас будет играть Байном. Так, надо, наверное, все-таки Майнд Контролла размутить. На Джаггера, тем временем, для этой маски уже много лет. Но я ее что-то не видел. Да, на Джаггернаута, на самом деле, очень много шматья наделано. Извращенных масок у него тоже очень много. Разнообразных. Так, сейчас, секундочку, я пойду. Так, ну и по одной руне забирают команды. Оба мидера. Queen of Pain. Лишь рачок. Лишь рачок на первом изучает земельку. Со станчиком будет 150 урона. Он, правда, кастуется долговато. И попасть еще надо этим станом, но на первом левеле именно он. Так, ну и пока крепятся. Нападений друг на друга нет. Вот, кстати, тоже будет приятная штука. В случае драки. Хауль будет помогать. Пока лекан его использует для того, чтобы помогать лишь раку. Ой, Queen of Pain получается, да? И вот этим двум товарищам ластхитить. А не воевать. Бейн. Ну, для Найт Сталкера тут, на самом деле, халява. Полнейшая. У Бейна столько ДПСа нет, чтобы Найт Сталкера прогнать. Теперь у Найт Сталкера, как мы знаем, хороший реген родной. Вот у него сейчас реген 4.8, да? Почти 5 хп. Вместе с этими вот мангусами. И он может драться с Джераксом. Потом отойти, восстановиться. Даже вот танго не съедает. Нет, все-таки съел танго. Ну, вот одного танго будет достаточно, чтобы все фулл хп сделать в ближайшее время. При вот своей хорошей еще регенерации. Так, а вот это уже интересненько. Потому что майнд контрол, на самом деле, проседает и очень плотно. Заперли его. Решил все-таки майнд контрол подраться. Майнацу больновато. ДиКей скоро откатят. ДиКей есть. Теперь Аки по лицу получает. Вторая тычка. Третья тычка. Четвертая тычка. Ай-яй-яй, а майнд контрол-то отпускать не хочет. Пятая тычка. ДиКей. И еще буквально один удар, но его шардами заблочили. Ути-пути. Что вытворяет здесь майнд контрол? Ну, как же хорошо тоже сыграл майнац. Очень грамотно. И вот теперь надо как-то уносить ноги. Тычка. Еще тычка. Еще тычка. Разводят. Разводят. Со всех сторон. Ты ж посмотри на майнд контрол. Что же он вытворяет и бежит прям по тауру? Последний хит нужно сделать. Майнд контрол. Ну, просто какой же ты царюга. Какой же андайн жесткий герой. Вот. Шета нереальная. Полчаса с ним там ковырялись. А в это время Лич. Эти сверчки такие. Ему пофиг. Хоть бы шаг сделал в сторону своего тибейта. Не. Он стоит фармит. Ему норм. В общем, что-то нереальное сейчас произошло. Со всех сторон ковыряли этого зомби. Нереально, как вот в тех самых страшных фильмах, где зомби падает замертво. Уже все, казалось бы, этот зомбак умер. Главный герой такой подходит, проверяет, умерли зомби. И он такой набрасывается на него. Что-то вот из этой оперы было. И вдруг уже, казалось бы, зомбарь умирает. Но нет. Перед смертью забрал за собой вина мансера. Пятнадцать один. Здесь у нас шестнадцать пять. Ластхиты примерно одинаковые. Майнат свернулся. Нандайн пытается фармить отводы, которые сделали. Ну и крипов фармит. Майн которого молодец. Оп. Айс шарт мимо. Он все равно заблочил. Вязается гель, ставится тамба. И надо эту тамбу, конечно же, сразу ломать. Тамбу сломали. Ну и здесь тп аут. Но тп так просто не сделаешь. Джиггер наут тоже нарезает. И майн контрол в этот раз умирает. Ну, тут три уже героя. Даже не два. А лич как стоял, так и стоит. Динает по максимуму крипов, чтобы Джаггеру ничего не доставалось. У Джаггера за счет этого всего десять крипов. Одиннадцать. За четыре с половиной минуты. Это маловато. А, Кура продолжает нещадно есть этих крипов. Ак, а тут у нас пришел Адмирал Бульбок. Забрал Курьера. С Бутылем. Ой-ой-ой. Неприятненько. В Курьерчике-то был Бутыль. Вот он. Тот, я думаю, как он умудрился забрать Курьера. А он был с Бутылем и перемещался слишком медленно. А Бульдог еще и живой. А посмотрите на него. Ему как медоеду. Гель попадает по Куро. Шардами блочат. Но вот тут-то, конечно, Куро и приплыл. Ставится Тамба. Тамба, естественно, долго не живет. Но получается сделать фраг. Куро еще и живет. Да ладно. Вот это поворот. Отхилил Майнд Контрол, судя по всему, Сул Рипом. Пока они ломали Тамбу. Виноманстера. Ой, какого Виноманстера? Тускара стерло. Хотя вроде Тускар толстый. Как его так быстро убивает? Непонятно. А здесь уже скоро... Ну вот уже есть чейн. Чейн в Крост. Хом-пром-пром. Лоду контролит руны. Вроде как далеко не саппорт. Ну что, будет забирать? Да, забирает. Пятый левел себе поднял. Фата попал под станчик. И что-то долго думал Фата перед тем, как блинкануться и блинканулся. Я уже было... Думал, сейчас умрет. Хаста на топе. Бэйн ее забирает. С-4. Эх, С-4 думает. Сейчас бы хасту взять. И... Станчик! Ну нет, не попадает он с танчиком. Даже не пытается его кастовать. Бэйн начал мансы какие-то вытворять. А надо было всего-навсего тупо бежать. На педаль газа. Куро. Сразу же... Сразу же лода драпает. Ставится шабардец. Ставится тамба. Чайник закидывается. И просто разрыв. Просто разрыв. Томбочка, томбочка. Хочет зафармить. Будут? Раз. Два. Что-то виноваться, по-моему... Я серьезно, я не понимаю, что... Почему он побежал так? Почему он не побежал по нормальному пути? Майнд контрол совсем наглеет. Майнд контрол, конечно, жесткий. А, понятно, почему он наглеет. Потому что сюда еще подтягивается Фата. Соник Вейв кривой, Соник Вейв. И не сдуло в итоге Тускара. А должно было бы, по идее... Но он выживает. Простил Фата. А Бринкаут простят ли Фату? Фату прощают. А вот Джерекса прощать не хотят. Но он юзает телепорт. И не успевает за ТП. Обидно. Вот так вот. Ну и на нетворсики посмотрим. Ликана не особо напрягает в топе. Он себе... Ох ты, что у него... Он ему мангус дал. Даже так. 3500 нетворса. 3600 практически. Стоит себе спокойно фармит. Его никто не трогает. Квин оф Пейн у нас 2700. А вот у Леширока 3,5. Что он там делает? А, он Эншин-то фармит. Серьезно у него как-то... Нетворс слишком резко растет. Вот вам и стаки, которые были сделаны в свое время. Да не, у меня майндконтрол в муте точно не из-за того, что он донный. Он у меня в муте, потому что, скорее всего, он на меня что-то гнал. И это вы же знаете, как я умею время от времени в доту шпилить. Скорее всего, я играл как наркоман. Он меня, типа, дизморалил. И я его замутил, чтобы лишнее дерьмо от него не слушать. Это что такое? Не, я майндконтрола давно знаю, как игрока. Ну, именно лично я с ним не знаком. Но я знаю, что это очень жесткий задрот. Он такой давний задрот жесткий. Поэтому, ну, в его скилле к сомневаться это дело такое. Ой, ой, ой. Ну, слава богу, у лоды есть тотемчик, который его отхилит. Бвардецкий тотемчик. Знаете, как хотите. Нейтсталкера ПТ появилось. А лода пытался пофармить нейтралов. Но что-то как-то у него туговато, конечно, идет. Очень туговато. В миде драка. Фату поймали. Найтмар на Фату. И Фата... Ну, как ты не успеваешь отблинковаться? А, у него блин вообще в кулдаун. Непонятно теперь, как он не успевает отблинковаться. Еще и боина забрали. Лода подтянулся в миддл. И будет пуш. Аквилы, конечно, еще пока нет. Ну, в принципе... Не, они будут пушить. Что-то как-то непонятно. Зачем тогда вообще сюда приперся лода? Наверное, потому что снизу ему фармить не дают. Он решил хотя бы в миде пофармить. Очень тяжело. Вот Лич вместе с зомбарем Лайн, конечно, свой уничтожили. Они очень хорошо отстояли. Дум тоже, конечно, должен был с Личом хорошо отстоять. Но уничтожить он не должен был. Но хотя бы хорошо отстоять. Потому что против них, как минимум, был ПЛ и Витч Доктер. Это тоже такие себе ребята. Джаггертон хотя бы крутится. Этот Кускар может напасть. И вообще, как бы, тут еще и Веноманцев. То есть три героя. Вместо двух. Ну вот. В прошлый раз как-то так произошло. Томба третьего. Сулрип два. И ДиКей на единичку. Что там вообще нарисовано на этих ДиКеях? Непонятно. Ну и пока 7-4. Один фраг в минуту у нас примерно происходит. В игре графики туда-сюда скачут. Но каких-то жестких отклонений нет. Найт Сталкера в топе пытаются взять. Найт Сталкер пока живет. Но нет. ДиКан его догрыз. И пора ломать Тауэр. А там параллельно у нас еще где-то была драка. Убили Бейна. Бейна убили в миде. Здесь Тауэр тоже типа прессингуется. Но есть куча змеек. Веноманстер взял на 3. И запушить он Тауэр не дает. Блин, ну эти змейки реально очень противозная штука. Их там уж как бы по 29 урона и по 300 хп. Ткает Веноманстер их тучу. Веном реально хороший герой. Так вот, если подумать, то грязи он может сделать ого-го сколько. Ребятки, счет 1-0. И мне вот очень, конечно, странно, когда люди спрашивают какой счет. Ну, неужели за столько времени вот эта вот штучка вам вообще ничего не говорит? Неужели есть такие люди? Просто всегда находятся люди, которые спрашивают какой счет. Счет 1-0. Ликвид, первую карту выиграли. Выигрывают вторую, молодцы. Не выиграют вторую карту, все равно молодцы. Но Альянсам надо обязательно поднатужиться. Потому что две карты сливать, это такое себе. Заходят в спину. С4Р. Молния прокатывается. Матумба очень сильно проседает. Матумба на стан не попал. Но все равно Матумбу разорвали на части. Джекернатор скручивается. Чайник Лич успевает закинуть перед смертью. Трое в таверне. Четвертый на подходе. И единственный, кто жив, это Фата. Но его там и не было. Альянс сметает своего оппонента. Зайдя сзади. И, судя по всему, там же и зайдя. Или войдя. Войдя, наверное. Вошли в своего противника. Крайне неожиданно. Падает ТВ-рочек. Найс сталкер пошел за Фатой. Есть Сайленс. Подзамедлил. Секунда буквально до блинка. Блинк появляется. И Квин оф Пейн уходит. Ну, если бы там успел повесить Сайленс, то черт знает, чем бы все закончилось. Майнат ждет руну. Вот тут можно и кое-чего другого дождаться. Джиггернаут себе приносит момчик. Опа. Опа, опа, опа. Ликан злой. И недовольный. С дабл дэмоджом собирается взять. Ну, и как бы забрал. Ой, господи, господи. Что с майнатсом происходит? Дабл дэмодж. Ликан. Ликан вообще просто не прощает. Он просто не прощает. Бум. Бум. Как же Рошан быстро умер. Вот Альянс выиграли файт, да? Вот буквально секунду назад Альянс убили четырех героев. Но что они сделали? Они по сути ничего не сделали после того, как убили четырех героев. Сейчас умерло два героя и сразу убит Рошан. Вот разница в пике у Ликвид. Одна как бы ошибка со стороны Альянс или просто один хороший мув со стороны Ликвид заканчивается каким-то еще дополнительным бонусом в виде, например, Рошана. Если бы не было Рошана, то пошли бы забрали Тауэр. Не было бы Тауэров, пошли бы забрали целый лайн. А вот Альянс себе пока такое позволить не могут. У них пуш-потенциал совсем не настолько хорош. И Рошана забрать, так и тем более, было бы сложновато. Так, Бэйн отправляется вниз. Плацтончик у Лишрака за 16 минут. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Матумба очень хочет забрать Т2 Тауэр снизу. Квин оф Пэйн. Одна Квин оф Пэйн, конечно, тут. Хотя вся команда, на самом деле, Ликвид здесь, поэтому я не думаю, что они сильно будут бояться. Попытаются как-то, наверное, заманить поближе к себе, к Тамбе. Акаша хороший дала скримчик, но там стоит уже Вард. Все это дело отхиливается. Альянсы тоже не дураки. Под Тамбой драться никто не хочет. Сейчас они переждут, пока эта Тамба закончится. Либо ее сломают там на халявку. Да, и в итоге Ликвиды отступают. Тамбу можно взять. Давайте, давайте, Тамбу, Тамбу. Опа, проблемки. Тамбу сломал. И драпать отсюда поскорей. И отсюда поскорей уносить ноги. У меня карканы. Давайте вообще по шмоточкам пройдемся. Тут Глимер Кеп есть у Личан. Квин оф Пэйн делает себе Орчат. За 17 минут, конечно, еще Орчата нет. Ну, вот один Обливион. Как-то маловато. Джеракс. 1200 голды тапочек есть. Ликаний приобретает себе еще и Некра. Ну, а так у него Владмир ПТ. Ну, и все остальное перед глазами. Тут Мека Арканчики. Тут делается Аганим. Есть Пойнт Бустер, Руна ПТ. Тут у нас Фейзы Брасер. Штука 300. Тут Скар тоже скоро что-то себе полезное купит. Момчик Фейзы. Крайне плохо все у Лоды. Прям совсем плохо. Виномансер имеет 1700 голды. И тапочек. Я не знаю, на что копит Акки. Может быть, Таггер хочет взять. Ну, а здесь Бладстон. Наверное, вот С4 единственный, у кого все прям совсем хорошо. У Джиггернаута с Акашей примерно одинаковые на Творце. Но при этом Акаша, как мы понимаем, импакта в замесе больше внесет при хороших раскладах. Хотя, может быть, и нет. Потому что тот же Джаггер за своим вардом может нормально так полезняшечек всяких принести. И Блэйд Фьюери там апнули немного. Много побольше дэмэджа нанесет. В общем, каким-то образом Лекан умудряется убивать всяких Тускаров. Тускар не может затпшиться успеть. Потому что ДПС тут слишком лютый. И в итоге Атумба Мэн после фрага идет и забирает тупую Тауэр. Заяц и Гель. Форма в кулдауне. Ну, а ребята из Ликвид перетягиваются в мид. Потихоньку, помаленьку захватывают преимущество по экономике. Графики уже второй раз меняют свое направление. По Экспе Ликвид уже впереди. По золоту пока вот только-только начинают набирать обороты. Ликаний на разведку отправляет Волка. Волка убили. Разведка есть. Тамба стоит. Тамбу хочется сломать. Тамбу так просто не сломаешь. Андайинг сразу подрубает ультимейт. Ну и в общем-то... Ну, тамбу по-любому тут сломают. Можно, конечно, подраться ради этой тамбы. Но нафиг оно им надо. Забрали Тауэр. И хорошо. Прижимаются смолки. Поймали Куру. Куру под Глиммер Кейпом. Да ладно, нет Вижена. Нет Вижена против Глиммер Кейпа. В итоге Куру выживает. Чайник закидывает. Соник Вэв шикарнейше заходит. Скримчик сверху. Пытается выживать Майнд Контрол. Его должен, по идее, здесь каким-то образом догрызть Аки. Но Майнд Контрол слишком много хп себе восстанавливает. И выживает. А Аки отправляется в таверну. И вслед за ним Найт Сталкер. Это просто минус 5. 5-Man Team Vibe. Без шансов. Даже элементарно одного Лича забрать не удалось. Он нажал на себя Глиммер Кейп. Детекшена нет. Если бы убили хотя бы быстренько Лича и не дали ему кинуть чайник, то кто знает, как бы все закончилось. Я уверен, что размены были бы все равно не в пользу Альянс. Потому что если они даже вот так вот, да, то есть... От одного Лича все слегли. То в любом случае они бы все там понаумирали. И так, и так. Но хотя бы кого-то смогли бы забрать за собой. А при таких раскладах все крайне плохо. Некра-3 появляется у Ликана. Ой, поймали моя наца. Но Майнац у нас сегодня слишком много умирает. Майнац прям фид за фидом. Ну и С4, судя по всему, умрет второй раз. У него есть Бладстоун. Он мог бы заусуицидиться хотя бы. Но он, видать, пытался дать станы и ТП Аут нажать. Опять же такое. Еще две смерти. Прям совсем. Ликиты как-то совсем играючи разбираются. Вот временами появляются какие-то моменты, которые заставляют поверить в то, что может быть что-то... Ой-ой-ой, вы посмотрите. Вы просто посмотрите на то, что тут у нас происходит. Что тут один делал? Просто что он тут делал? Вард поставил? Блин, он вроде тут стоял. Или он его только-только поставил? Вроде как уже некоторое время прошло. Короче, непонятно. Но Бэйн... Загульный. Так, у Андаинга. Худ еще появился. Теперь его убить вообще я не понимаю, каким образом можно. Мне кажется, Андаинга вообще надо теперь игнорировать и бить всех остальных, кроме Андаинга. Потому что если ты будешь бить Андаинга, ты просадишь миллион урона и не убьешь. С другой стороны, тут уже Эликан, как бы 1800 хп. И его хрен убьешь. С танчиком и шаг попадает. Попытка взять Матумбу Мэна. Сразу же Глиммером его сейвят. И вот пока буквально какой-то демод сносил из фор, его тупо некрачи сожрали. Буквально в мгновение подрубается Хауль. И отваливается Лода за три удара. И как вообще жить в этом мире? Несправедливом. Некрачи еще там подчищают ворды. По дороге. А Найт Сталкер. Убегает. Все, говорит, ребят, я сплит пушить. В припрыжку. Огорченный, правда. Обычно в припрыжку довольные бегают. Но тут вряд ли будет Найт Сталкер доволен. Бегдор Протекшн против Ликана с Некрами. Крипы приходят и все нормально. Можно ломать. Следующий Рошан там, по идее, уже скоро появится. Поэтому торопиться ребятам из Ликвид некуда. Они забрали Тауэр очередной. Очередной. Ой. джерак стрел джеракс еще и успел бы убить но нет не хватило ему чуть-чуть чуть-чуть не хватило гример кейп не спас надо было ему этот варда взяты сломать 6 не сломал бы прям жилось бы ему тяжело фэйзи яша момчик джиггернал такой ультра быстрый но ультра бесполезный ряда прытки на дрищ толку от такого джиггерна у то крайне мало польза польза от него крайне мало вот что будет такой джагер делать даже через минут 10 вот какие айтемы вот у него саша яша появилась хорошо дальше что мне кажется чтобы он тут не купил его уже никак вообще это не возвращает в игру понятное дело что альянса сдаваться не будут само собой что камбэкнуть можно но настолько тяжело даже выбор того же момчика но он конечно ускоряет фарму тогда возьми себе хотя бы топорик дружище выложи ты этот бесполезный стик он тебя не спасет замеси тебе ничего не даст спасти тебя не спасет ты выбрал стратегию сплит пуша сплит фарма так купить я топорик ты бы уже двадцать раз успел зафармить эту пачку крипов и уже давным-давно бежал бы на другую бегать без топорика таким джаггером это настолько ну непонятно если тебе настолько сильно нужен стик тогда почему-то его не грыдонешь общем непонятно и как же круто прорисован стик как можно было вообще вот это вот артефактом сделать и я конечно все понимаю но это вот что это такое ощущение что это ржавая какая-то господи из головы вылетела это слово арматура во просто ржавая арматурина которую слегка подточили спереди до наждачкой чтобы она там немножко светилась и изолентой край замотали замотали край за ленты не знаю для чего тип ручка это называется артефакт доте тем временем убивают самого полезного джиггернаута на планете но лода пытался фармить там где казалось бы его не найдут и не убьют но уже в доте это дело все читается если раньше как бы все искали во вражеском лесу теперь все ищут и в своем и во вражеском и везде тебя могут поймать тем более что тут такие варды стоят четкие что по-любому где-то засветился лода и траекторию его движения прочли элементарно по пабам по пабам по пабам и т2 tower разваливается пока вот в игре на самом деле ничего сверх жесткого никто не делает и одни и другие по сути убили друг друга одинаковое количество раз 14 на 18 разница небольшая разница в том что одни ломает товара и убивает рошана другие этого не делают вот в чем вся разница пишет 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 люк днем днем два удара твою ж мать и оба критические по моему были или нет но там не важно под таким количеством урона ну на один удар бы дольше прожил максимум супник рит майнац майнац мансы мансы sonic wave заезжает одно взяли второй на подходе шаду страйк в спину и плац тонн оказывается можно юзать вспомнил сфор просто по моему первый раз за игру заюзал влад стончик все таки не подымался мне по ходу тогда рука сейчас решился ну и заход на т3 tower тамба есть у анда инга еще есть ульту бейна также есть ульту тоже есть чайник хауль сейчас форма торже с откатит и можно будет сметать мы как видим пока вот даже элементарно драться не могут потому что еще целых 10 секунд понимаете когда пушит ликан 10 секунд это нереально долго вот посмотрите 5 секунд что делает ликан с базой за 5 секунд вот все пять секунд и нет таура ватафак уничтожил все и отступили ликвид но здесь попытка подраться посмотрим чем это все дело закончится фата под глимер кейпом пока живет подрубается бкб с фора сразу стерли не дав вам вообще ничего сделать чайник шикарнейшим образом летает лода раскручивается наносит неплохой в принципе дэмэдж тиммейт он свой уже потратил но никого убить так не удалось и здесь по моему пора писать уже все таки good game да так и есть и со счетом 2 0 ликвид выигрывает эту встречу очень 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 уверенно как минимум во второй карте если в первой карте там еще была гонка вооружений кто больше нафарбит чей лайт сильней кто больше ошибется то в этой карте ликвиды изначально лидировали и уверенно победили ну что ж а нас ждет следующая встреча сейчас я вам скажу именно какая а именно monkey business против nip никуда ребят не разбегайтесь вечер дота впереди а пока небольшая пауза